Мир вам и Божье благословение! Святитель Николай Мерликийский, архиепископ-чудотворец! Смелый человек, умный человек, проповедник, который имел горячее сердце, ум, направленный на благо рода человеческого и волю, которая вся служила страждущим. Вот пример спасения. И Бог слышит таких людей. Так что на сегодняшний день Николай Чудотворец является вечно присутствующим в нашей жизни. Такие святые есть. Он не ушел. Он любит мир и людей, какие бы они ни были. Это пример каждому из нас, как нужно относиться к себе, к людям, к миру вещей и помнить о Божьей силе и благодати и божественном участии в судьбах мира и каждого человека. Конечно, наша несостоятельность требует поддержки. И мы обращаемся к Николаю Чудотворцу по разному поводу. От состояния своего здоровья до материального благополучия и получения образования и, конечно, спасения. И когда приходит его память, мы торжественно празднуем с радостью и благодаря им Богу за такого великого святильника и наставника и за такой пример, какими мы должны быть. Молитвами Николая Чудотворца «Господи, помилуй всех нас!» Зачем при крещении стригут волосы и запечатывают их в воск? Это очень древний обычай, напоминающий о том, что каждый человек посвящен Богу. Маленькое пострижение волос – это знак совершившегося союза договора между Богом и человеком. Обязанности Бога и человека неразрывны между собой. Воск – особая, вообще-то составляющая благоуханная, от природы пчелкой созданная из всех земных ароматов растений, вещество. Сохраняя мед, сладость, он несет в себе аромат земли и царства Божьего. И когда мы воск волосики младенчика закатываем, запечатываем и потом опускаем в купель, знак того, что жизнь должна быть наполнена крещеного человека благодатью Божьей во всех сферах так, чтобы он был угоден Богу, людям и сам себе. Это древнейший знак, после которого особо ангел-хранитель к этому человеку относится, и он дьяволу неприступный. Вот для чего это делается. Это Божье повеление. Ну, вообще-то самое главное в милосердии – уметь прощать всех, кто тебя, на твой взгляд, обидел. Никакой мстительности и никакой злобы и обиды. Это нелегко делать. Милосердие в высшей степени, когда мы не брезгуем человеком. Когда узнаем о нем какие-то вещи, которые совсем неприемлемы в жизни. Но ведь и мы на это способны. Особенно в семье. Жена должна уметь прощать мужа, муж – жену, а дети – родителей. Я бы сказал так – забывать ненужные обиды на своих ближних. Милосердие – это милость, сердце, умиление. И для этого нужна воля. Если не можем помочь материально, чем угодно, молитвой надо помочь. Пойти помолиться о человеке. И многое молитва вообще-то делает. Это и есть милосердие. От маленького до глобального явления. Но его надо просить у Бога. И все время обращаться к заповедям Господним. Что говорится о милосердии. И сравнивать свое поведение и свою жизнь. К сожалению, в 21 веке о милосердии мало думают. Больше гордыня. Мир вам и Божье благословение. Мир человеческий будет сохраняться. Человеческим пока будет в людях милосердие, любовь и терпение, и уважение, и сострадание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok